С виду это обычный частный дом, тихий и довольно уютный. 7 января сюда нагрянули ивановские зоозащитники и обнаружили, что здесь располагался частный мини-приют для безнадзорных животных. И содержали здесь собаки и кошки в совершенно нечеловеческих условиях. Вместе с полицией волонтеры животных спасли. Лжеприют с поэтичным названием Александрина оказался рассадником инфекции. Все 30 содержащихся здесь собак были больные или травмированные, а еще очень голодные. В приюте находились породистые и беспородные собаки, кошки и несколько грызунов. Зоозащитники выяснили, что владелица мини-приюта пыталась заработать на четвероногих и открывала сбор в сообществах социальных сетей. Что проходит махинация, потому что было открыто несколько сборов. Потом, как оказалось, что щенок, на которого сборы велись, уже давно умер, а сбор так и не закрыли. Соответственно, это нас, скажем так, и навело на мысль то, что люди занимаются мошенничеством. Вызванные на место сотрудники полиции зоозащитников поддержали. Собаки были отправлены в приют «Майский день», кошки в «Зоо-37», грызуны – на домашнюю передержку. Два самых больных щенка доставлены в ветеринарную клинику. Потому что собаки содержались на улице, в своих собственных спорожнениях, без еды, без воды. Собаки могли снег достать сквозь клетку. Они ели его, пили собственную мочу. Соответственно, грязь, антисанитария. Щенки очень истощены. У одного практически потеряно зрение из-за вирусного конъюнктивита. Ветеринары привили животных и избавили их от паразитов. Теперь ищут хвостатым хозяев. Администрация клиники приняла решение тем людям, которые этих щенков к себе возьмут, оказать полное ветеринарное сопровождение. В дальнейшем мы будем на безвозмездной основе этих щенков оказывать им профилактическую помощь и все необходимое хирургическое лечение. Оставлять ситуацию без внимания зоозащитники не планируют. Напишут заявление в полицию и постараются привлечь владелицу мини-приюта к уголовной ответственности. Обещали волонтеры тщательно следить за сообщениями о сборе средств на бездомных животных в социальных сетях. Кому бы то ни было, наживаться на четвероногом несчастье они не позволят.